Югорские паралимпийцы уже в Японии и приступили к тренировкам. 24 августа в Токио открываются 16-е паралимпийские игры. Делегация Югры на этих соревнованиях не такая большая. Часть спортсменов будут защищать 4 наших спортсмена. Это легкоатлеты Дмитрий Душкин и Олеся Байсарина. Они выступят в толкании ядра. Пловчиха Анастасия Гонтарь и дзюдоистка Ольга Познышева. Для всех спортсменов это будет первая паралимпиада. Напомню, что на прошлое соревнование россиян не допустили из-за допингового скандала. Но наши атлеты выдержали этот удар и к Токио подошли в оптимальной форме. Мы пообщались с нашей паралимпийской командой и узнали о настроях к главным играм 4-х летия. В спорт Дмитрий Душкин пришел почти 15 лет назад. Тогда у нас в стране только еще развивалась паралимпийская дисциплина – толкание ядра. Но самое интересное, что снаряд в руки спортсмен взял всего за несколько дней до первых соревнований. Получается, мне было только 5 дней, чтобы освоить технику. Что-то как-то понять, как это делается, как это правильно, какие правила соблюдают. И вот как-то за 5 дней я тогда уже освоил. И ровно через полтора года я уже на первенство мира поехал. Сейчас он ведущий спортсмен не только в нашей стране, но и в мире. Только вот попасть на паралимпийские игры все никак не получалось. Сейчас Дмитрий готовится к своему дебюту и демонстрирует хороший настрой. Физически готов, технически готов. Осталось это все сложить, чтобы показать результат на максимум, чтобы только это все исполнить. Ну сейчас основная у нас, конечно, работа идет в техническом плане. То есть это правильно выполнение движения, толкание ядра. Ну и психологическая подготовка. Физически Дима очень крепок. То есть с этим у нас проблем нет. А вот именно техническая часть, она как бы всегда требует доработок. И сейчас мы, так скажем, работаем уже на чистовую. Подводимся уже на хорошее движение, которое нам позволит показать высокий спортивный результат. Олеся Байсайрина из Излучинска могла в 2016 году вместе с Дмитрием принять участие в Паралимпиаде в Рио. Но тогда нашу сборную не допустили до соревнований. Спортсменка продолжила тренироваться и благодаря тренеру Сергею Гигст смогла сохранить отличную форму. Это и помогло попасть в Токио. Но узнала об этом Олеся в последний момент. Мы в последний момент узнали, что попадаем на Паралимпийские игры. Мы выполнили все критерии для попадания на международный старт. Шанс есть, возможность есть. Мы попытаемся ее использовать. Мы делаем все для этого. Любая медаль на Паралимпийских играх – это медаль. Это на всю жизнь. Это память, это уровень. Поэтому шанс надо использовать любой. Кроме легкоатлетов, на играх выступят дзюдоистка Ольга Познышева и пловчиха Анастасия Гонтарь. На днях югорчане прилетели в Токио и уже приступили к контрольным тренировкам. В среду 16-е Паралимпийские игры начнут свое шествие. А мы будем ждать от наших спортсменов успешного выступления. Василий Сысуев, Дмитрий Пришвицин. Специально для программы «Больше чем новости».